В регионе стремительно развивается стрельба из лука и арбалета. Российская Федерация отмечает юбилей 10 лет, Рязанская на 3 года помладше. Начинали с нуля, сейчас в областном центре действует несколько школ, есть спортивные базы и в районах. Рязанцы завоевывают места на российских и международных пьедесталах и уже готовы выступать на летней Олимпиаде в 2016 году. Жанна Алпатова о достижениях и планах. Лук, стрела, колчан, в каждой движении просчитывается. Здесь нет места мелочам, даже от изгиба руки зависит результат. Сам лук весит не более 2 килограммов, а вот натяжение тетивы составляет 20 килограммов и более. Самая короткая программа для спортсмена это 60 подходов. Вот и получается, что стрелок 60 раз на руках поднимает 20 килограммов. Спортсмены говорят, главное правильно организовать тренировку. Тогда не будет такой усталости, забитых мышц и травм. Хотя этот вид спорта на самом деле требует серьезной физической подготовки. Стрельба из луков прежде всего развивает самоконтроль в человеке, усидчивость его. Также она очень полезна для опорно-двигательного аппарата, также для зрения. Также для некоторых психических состояния улучшает спортсмена. Потому что она в очень большом аспектре полезна. Святослав Толипенко мечтал о карьере футболиста. Все изменилось, когда в его родной 50-й школе открылась спортивная секция по стрельбе из лука. Теперь он титулованный спортсмен и выбор дальнейшей профессии очевиден. Сейчас он спортсмен-инструктор, а мечтает стать старшим тренером. Нужно работать над собой в первую очередь, чтобы достичь результата, себя как-то настраивать, ставить перед собой цели. То есть это неотъемлемая часть, мне кажется. А попадание в десятку, оно уже само собой придет. Им пришлось пережить непростые времена. Когда в России стрельба из лука арбалета становилась все более популярной, Рязанистка никак не могла организовать этот вид спорта. Первые попытки были сделаны в 2004 году. Собрали две группы, но вскоре этот проект потерпел фиаз. История рязанской стрельбы из лука арбалета отсчитывается от 7 мая 2007 года. У нас за время нашей работы есть, скажем так, крупные шаги. У нас есть рекордсменка Европы, у нас есть призеры Европы, 10 мастеров спорта. У нас есть более 70 кандидатов в мастера спорта. Всего, по последним данным мы готовили отчет, 425 разрядников мы подготовили за время своей работы. За 7 лет работы Федерации удалось воспитать надежные кадры. Например, 7 рязанцев входит в молодежную сборную России. А на предстоящих соревнованиях в Словении, где пройдет первенство Европы, и 6 россиян в трое рязанцев. Кроме того, областная команда по среде из блочного лука считается сильнейшей стране. И если этот вид спорта войдет в олимпийскую летнюю программу, то есть и шанс на педестале почета увидеть наших спортсменов. Жанна Упатов, Станислав Арбитский, Веси Рязани.